Никита, в первую очередь, с победой. Такой валидольный, классный матч получился. Какие впечатления и эмоции после него? Отличные положительные эмоции. Хорошо, что, конечно, обидный гол в конце третьего периода. Ребята молодцы, собрались и довели до победы матча. Да, как получилось настроиться после этого гола, который еще просматривали, не сразу засчитали? Ну, все профессионалы, все понимают, что на этом игра-то не закончилась. Еще впереди, как в овертайме. А как оказалось, не один. Судя по серии, вам выгодно играть юностью в овертайме? Судя по серии, да. Но это очень энергозатратно и тяжело. В целом, как эта серия для вас складывается? Вроде говорили, что огня в глазах не хватает. Как-то он откуда-то берется, появляется? Ну, во-первых, очень много эмоций Гомель отобрал у нас. Первые две игры было видно, что не хватает. Но после двух поражений поговорили, пообщались, что-то поменяли. Там появились какие-то положительные эмоции, и вот начали немножко лучше двигаться. Вот в этом последнем матче очень было проблемно с линией защиты. Власкин получил удаление, и Рогач тоже остался за пределами. Как вы справляетесь, зная, что у вас не совсем все хорошо в линии обороны? Сменки реже просто, и все покороче. Какими матчами будут дальше? Серия приезжает в Гродно. Насколько реально дотянуть до семи? Ну, все реально, все в наших руках. Это, во-первых. Во-вторых, при наших трибунах, при поддержке, я думаю, что все должно быть хорошо. За счет чего это можно сделать, кроме как за счет трибун? За счет самоотдачи, выполнение тренерской установки. Вот, в принципе, когда мы все выполняем, когда огонь горит, то победа переходит. Продолжение следует...